Я нормально живу Раскалил синюю По дороге ползет Крохоча грузовик Я нормально живу Я привык Я привык На работу, домой На работу, домой В летний холод и в лютое пекло Зимой нестерпимо Метет по листве желтизна Распахнуть по окну Душагнуть Из окна Я нормально живу Я нормально живу Утром слушал растущую тихо дрову Днем насеялся в угаре бессмысленных дел Вечер целый по дорогу На обоях углядел Ночью спал Безнадежно Часа полтора Вспоминал Осторожно, что было вчера Лгал кому-то Так вроде я больше не лгу Обещал? Обещать ничего не могу Совращал? Нет От женщин я нынче бегу Память словно паром Что на том берегу Я спокойно живу Я себя берегу Я нормально живу Я нормально живу Свежий ветер Разносит сирен И молву Пляшет горечь В глазах Как огни сигарет Хорошо бы рассказать вам О том, чего нет Удивить Рассмешить Покорить Потрясти И по крышам домов Прямо в утро уйти Раствориться Исчезнуть Пропасть и сгореть Понимая, что сделал свое Лишь на треть От тебя ничего Ни звонка Ни письма Я нормально живу Я Зашел с ума Богуславский Михаил Борисович Родился 24 июля 1952 года В городе Челябинск В 1975 году Закончил Челябинский Политехнический институт Во время учебы Играл в театре манекен В спектаклях Шинель И Вечный бой После сказки Две стрелы И других Регулярно участвовал В городских И областных конкурсах Чтецов Становился их Лауреатом Поэт Прозаик Журналист На стихи Михаила Богуславского Написано более 50 песен С 1994 года Работает в прессе С 2003 по 2006 Главный редактор Газеты Технополис В настоящее время Руководитель Издательского центра Челябинского Государственного Университета Член жюри Ильменского Грушинского И других фестивалей Авторской песни Добрый день Добрый день Драгоценный наш Михаил Борисович Добрый день Лена Вот У нас как так получается Очень редко Получается поговорить А вот сейчас Никто не мешает И вот так Я вот Сегодня Буквально Меня осенило Что через две недели Двадцать лет Как мы знакомы Боже мой Как время летит Да Но Главное не это Главное то Что мы постоянно Встречаемся На каких-то фестивалях Да Именно так Вот То есть Вот Такой фестивальщик Михаил Борисович Богуславский Вот мне Собственно К фестивальщику Богуславскому Вопрос В отличие от Богославского поэта Богославского Педагога Богославского Писателя И так далее Вот Богославскому Фестивальщику Вопрос первый зачем и почему ты ездишь на такие на такое большое количество фестивалей ну я бы мог ответить честно что жена возит но честно ответ никого не заинтересует давайте зайдем теоретически значит мне кажется что среда общения там хотя она сейчас стало пожиже как вот грубо говоря не то что раньше борщ был борщ был когда черпак стоял по стойке смирно сейчас уже плавает вообще но все равно это борщ это не жидкий бульончик да там есть некоторая среда обитания среда общения дело в том что на самом деле у себя в городе даже городе миллионом мы находимся очень разжиженной среде чтобы дотянуться до кого-то близкого духа надо ехать через полгорода крайнем случае звонить и ждать своей очереди пока он возьмет трубку а на фестивале дайте другой палатки да ну ну как то вот но наверное да наверное это на одна из причин мне кажется это вот очень мало сказано вторая причина как мне кажется что мы приезжаем сюда я уже писал об этом когда мы общались по поводу прошлых фестивалей мне кажется что вторая причина это мы ждем открытий человеческих творческих прежде всего человеческих и вот этого мы дома не получим никогда дома есть враг человека телевизор дома есть второй враг человека молодой интернет а человеческого в них нет они не человеческие они античеловечные а здесь вот он живой вот здесь но наверное есть что то еще мне кажется что в меньшей степени но для меня важно проверить как то что я пишу если это встречает какой-то отзыв значит я попадаю в унисон как говорят музыканты с кем-то звучащим если это не встречает тут значит я что-то не то написал надо садиться и писать заново а вариант что просто акула глухая попалась как из анекдота не рассматривается не рассматривается сейчас объясню почему я же проверяю свои вещи выхожу к людям меня слушает 100 200 иногда там 300 400 человек все акулы быть глухими не могут нет ну да все нет просто конкретно меня на малиновке говорят не бойтесь читайте мы все понимаем прямо из зала тогда я понимаю что я читаю то что понятно людям а когда бьешься как глухую стену бывает такое на некоторых фестивалах то я понимаю что либо я не туда попал либо они не на того пришли ну да либо свисток неисправно либо акул глухая логично поэтому мне очень приятно по-человечески донести что-то до других ну несомненно и еще одна очень важная деталь я считаю это будет четвертая составляющая одна очень важная деталь понимаете когда здесь особенно здесь башкирии что очень важно вдруг что-то выстреливает и ты живой свидетель рождение таланта вот прямо при тебе вот тут здесь сейчас и ты видишь как она вот это вот вылупляется на на из лица кто знает может потом вылупится и дракон трехголовый но пока это вылупляется что-то совершенно чудесное и потом можно с гордостью ходить говорить я первый это увидел я был на малиновом аккорде я увидел это первый я был на капелле это мне первым успели и вот знаете вот это чувство сопричастности к рождению таланта конечно я не повивальная бабка тем более не мать который рожает но я грубо говоря тот самый свидетель без которого ну как говорят свидетельству о христе да я свидетельствую четвертая составляющая это все или что-то еще четвертая составляющая очень важно не сомненно я собираю просто так как бы давать и ставлю его назвал так очень важно для меня составляющих как возможность побыть на природе я горожанин я сто процентов я не турист не водник не горник не сплавник я типичную урбанистский ребенок дитя заводов и для меня попасть на природу это большой праздник даже грубо говоря смотрят клещей это развлечение ну хорошо теперь следующий вопрос вот я так понимаю что множество фестивалей чем я так полагаю что 20 лет назад к нам познакомились там были еще до нашего знакомства тоже были фестивали то есть опыт богатейший сколько фестивалей в год приблизительно ну на вскидку но как это 1 2 3 много очень много не просеков у меня не бывает 52 фестиваля в году ну где-то больше десятка каждый год я думаю два десятка я так думаю год на год не приходишь они на среднем где-то 10-15 ну вот если даже здесь даже если мы 10 умножим на 20 лет у нас получится 200 фестивалей 200 фестивалей вот можно ли как-то их разбить условно конечно же условно на какие-то подгруппы группа по каким-то признакам по каким-то принципам по принципам организации по принципе направленности что-то еще потому что вот 200 это очень очень большая цифра даже если предположить что половина из них традиционная даже если две трети 30 но все равно вот эти две трети они тоже как бы являются составляющими не знаю как говорится как но проще по сферу большие фестивали ну допустим я предполагаю условно да не обидится мои куйбышевские тире самарские друзья самая большая ярмарка вакансий как сейчас говорят это самарский фестиваль памяти валерий грушина это ведь надо быть объективным это самой но это не тикаревская ярмарка тщеславия но своего рода ярмарка тщеславия если творческий человек лишён творческого честолюбия тщеславия то он не творческий человек то есть бард приезжает на самарский фестиваль не всегда выиграть фестиваль но всегда показать себя и свои песни а иначе зачем он вообще их пишет то есть вот это вот самый большой самый яркий самый пестрый да это ярмарка то есть первая как бы фестиваль ярмарки хорошо еще какие разновидности есть очень такое было проводился в перми уже много лет я там не бываю к сожалению проводился фестиваль в перми где люди откровенно приезжали попить матвеев и компания не 30 февраля нет нет это вот в перми чаще всего попадали под дождь традиционных и люди поют у меня именно из перми осталось воспоминание там и впервые определили что такое дуэт то есть ну понимаете вот вперми мы так сказать своей воле я тогда попал нечаянно представить жюри более обстоятельств и мы своей воле присвоили звание дуэта коллективу из пяти человек как-то так умудрились и с нами как ни странно почти никто не спорил две великолепные поющие девчины гарны девчины которые ридну мова хорошо знает украинскую им помогали еще две девчины скрипачки и витариста а понятно вот этот дуэт очаровался все они немного по баллам выиграли другого дуэта где было всего три человека и еще немного выиграли третьего дуэта где было всего два человека и нам говорили что мы плестились на красивые дамы присесть которые хорошо пили которые очень пили музыкально которые сами написали свою песню песня была прекрасна такая знаете вот песня на очень характерная женская тема может я сама полоумная потому что люблю дурака а какая прелесть песня просто прелестная и вот снимать пермские фестивальди поют где все поют где выходит тогдашний гроссмейстер и поет в ритме регги изгиб гитары желтой и вся поляна начинает подпевать если не сомневаясь не ошибаюсь это фестиваль в черношках золотая осень хорошо это вторая как бы подгруппа еще есть какие ну вот допустим мы с вами хорошо знаем такой фестиваль как второй канал втором канал это превалирование смысла второй канал Владимира Ландсберга это так сказать что такое авторская песня там Костромин повторяет слух что это вечное повторение музыкальные с средствами поэтических форм прежде всего второй канал дал новые формы работы именно вот с авторами не исполнителями а с авторами могу объяснить чем стоит новая форма работы человека же честно предупреждают как будем говорить там сразу предупреждают что все комплименты вам скажут враги мы вам скажем то что может работать это правильно потому что комплиментарный ряд говорят либо девочки в последнем приступе детства возраст не имеет значения либо откровенные враги которые значит стремятся сбить человека с пути истинного человека предупреждают что будем разбирать все или не все человеком предупреждают будем работать отдельно с вашим исполнением отдельно с вашим текстом отдельно с вашей гитары или суммарное впечатление подведем и все отпустим вас через 30 секунд если человек соглашается на детальный разбор начинать с детальными махал борисов там что стали проводить мастерские там немножко сложнее серпухове там немножко сложнее я бы называл это мастерскими просто человек поет песню и первый микрофон для обсуждения представляется в зал вот тесто стоят в кустах у это совершенно другой второй канал голос саду в первый то есть те кто и зрители хочет сказать и хорошее плохое только в краткой форме вот тебе микрофон еще очень важная вещь работает пятая бригада которая работает по принципу от противного человек поют песню а люди рассказывают о чем вообще эта песня а так мы работали с 30 к нам приезжал в город приезжали двое с 32 августа так они оттуда это взяли вот 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 то есть с этим мы знакомы вот 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 но и тут вы разница перчатка лодер лорос не на ассоциативной цепочке проводит свои мастерские то есть это в общем то как бы тоже очень очень благодатно после четырех мастерских можно снимать ских прослушать можно сходить на пятую находки дня представляется ежи потом собираются жюри поставляя свои баллы собираются все четыре бригады и после находок дня они обязаны первых отчитаться почему они этого человека предложили что они в нем увидели спел ли он так как пел у костра потом на микрофоне если не спел то почему что они из такого сделать что человек увял на глазах или наоборот все как рассвел значит мы правильно отработали у костра чтобы на микрофоне и на дальнейший концерт уже просто извините жестким путем да нет может быть ну да но это как обычно маха борис я тогда вопрос вот я конечно немножко а ну ну нельзя сразу обо всем вот сразу как бы по следам нашего разговора а почему значит вот другие фестивали организуются не по этим принципам не знаю мне кажется что много вообще таких фестивалей которые вот по подобию серпухова нет а почему это так трудоемко или или что это это нынешние молодые люди энергоемко не энергоемко хорош члены жюри каждой член бригады как вы правильно сказали отвечает за свои слова если ты сказал человеке худо ты должен обосновать почему сказал человеке худо если ты хвалишь человека остальные четверо говорят что нет то есть а почему ты говоришь да то есть вас мы и обосновывать надо присутствии человек то есть получается это антипод того что вот допустим на нашем фестивале как действует жюри да получается то есть у нас закрытое обсуждение но это как бы не наше это вот как традиционно закрыли традиционно закрытое обсуждение а значит но я знаю если это не мастерская то есть второй тур закрытое обсуждение и итоги и потом можно подойти спросить но не факт что тебе достаточно точно это объяснять потас постольку поскольку да я все время повторяю вы извините я все время повторяю одну ту же фразу что я всегда готов объяснить почему я поступил так или иначе но за последние годы обратить внимание вот здесь еще иногда подходят люди а у нас в других местах вообще не подходят люди не спрашивают а почему люди перестали интересоваться собственной судьбой они узнали что они не лауреата хлопнули дверью собрали гитары ушли как раз оба лишь не совсем так не совсем так я не знаю как у вас у нас например очень часто человека просто как бы я из практики двора человек который рассчитывал на более высокую оценку назовем это так я не знаю рассчитывал название нет но на более высокую оценку своего творчества заем это так вдруг получается что оказывается вот его не оценили то есть через несколько дней очень часто в интернете вытаскиваются обиды вот это почему не только у нас вот ну я не знаю с чем это связано потому что это вот знаете ли вот здесь мне чем нравится работать так сказать в мастерских прочих мне нравится то что люди приходят мы им объясняем что услышали что мы не слышали что нашли нашими и люди в большинстве своем что мне безумно нравится помнят последнее наше предупреждение а последнее наше предупреждение при работе мастерских всегда звучит одно и то же пожалуйста оставшиеся три часа до главного конкурсного концерта ничего не меняйте в своей песне повторяю ничего никогда не меняйте потому что если люди даже осознав где они делали не так тут же начинает ломать собранное кроме обломков ничего не останется конкурсного концерта пожалуйста никогда ничего не меняйте ну это совершенно понятно хорошо в других местах пытаются прямо на ходу перестроить да вот сейчас я тут перестрою хорошо михаил борисович у нас как бы к сожалению не так много времени вопрос такой а существует ли идеальный фестиваль как вы себе представляете ну хотя бы близкий к идеалу вот понимаете помните как в это женитьбе у гоголевской если бы нос представить ну да 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 и все же если бы вот взять жесткую интеллектуальную составляющую жюри второго канала так добавить организацию агидели так добавить к этому менеджерскую раскрученность игрушечка все добавить к этому вокальное чутье зрительного зала пермских фестивалях добавить к этому безумный патриотизм и готовность делать ради родного фестиваля все что угодно новосибирского фестиваля бард и добавить к этому немножечко времени чтобы мы могли поработать с людьми сутки раздвинуть да сутки раздвинуть чтобы было 40 часов да да вот это было бы идеально все хорошо вот одного компонента не хватило для того чтобы подтвердить французскую поговорку что нужно для того чтобы сделать абсолютно несъедобные блюда нужно взять 7 самых вкусных вещей смешать хорошо что вы еще один не досказали потому что было бы понятно что это утопия последний вопрос михаил борис как вы считаете а что нужно еще ну что бы вам хотелось чтобы еще появилась в агидели агидель сейчас очень выросла агидели становится все меньше и меньше организационных недостатков организация агидель сейчас выдвигается в первые ряды совсем первые первые фестивали в тех стране по стране это приятно агидель очень сильно выросла организационно то есть люди здесь вот мы гости конкурсанты все поставлены человеческие условия все знают куда идти что делать тем мелочи шаховатости по работе секретариата но это мои вечные придержки с ней один секретариат не работает прилично лучше секретариат работал во времена попова на грушнике но это было всего три года и они тоже к концу на цели ну попова был прекрасный организатор секретариата здесь тоже и шероховатости по секретариат у меня есть претензии но это мои личные претензии нет чего у меня потом выскажите я все запишу и мне обидам это очень важно интересно вот мне казалось бы чтобы все-таки и люди и мы гости должны получать возможность совместной работы но хотя бы с местными бардами нет времени для репетиционного периода вот это 40 часов сутка рекорд создается тренировками а тренировок мы лишены мы сразу смотрим рекордный прыжок вот он не пошел парковный прыжок от лица рекордный прыжок песня трагедии которая живет три минуты за эти три минуты мы успеваем либо прожить трагедиями прожить трагедию мы видим сам прыжок на 245 а мы не знаем тренировочного процесса мы вас не видим мы не для зрителей мы для участников мы считаем для участников вот та немного а вот так я не хочу показать тренировочный процесс никому я хочу чтобы были грубо говоря тот наставник там вот там скажем условно говоря надежда васильна ее девочка таня вот они пришли они отработали год за год они подготовили три ну может четыре песни вот они показали но мне кажется михаил борьбе я поняла чем она мне кажется что это в общем-то не фестивальная а скорее это нужно какой-то мы у нас же были уже разговоры с пирмью с вами о создании единая какой-то базы единого какого-то информационного пространства едино единстве какой-то учебный центр возможно сейчас есть возможности онлайн и прочее вот но это мы не будем отвлекаться и все-таки по фестивалю конкретно по фестивалю нас осталось буквально две минуты конкретно по фестивалю ваши пожелания гидели мне пожелание одно ребят держитесь это очень трудно держаться на высоком уровне знаем очень просто скатиться до уровня это мы делали сама получится этом делали так получится на знал и так сойдет самое большое пожелание держитесь потому что упасть просто подняться потом это спасибо спасибо а